Привет, ребята, опята! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я тебя научу играть поясни простецкую песню, проще не знаю уже куда. Давно, кстати, у нас не было такого на канале, группы Сова под названием Гроза. Но чтобы у тебя наконец-таки изыграли струн души, бери скорее укулеле в руки и погнали учиться. Песня действительно простая, строится всего на четырех основных аккордах. Первый аккорд, аккорд АМ, зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Следующий аккорд, аккорд Фа мажор, по-другому Ф, мы зажимаем к этой же конструкции вторую струну на первом ладу. Третий аккорд, аккорд СМ, по-другому До мажор, зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. И заключительный аккорд, аккорд Ж, зажимаем с вами первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Кому сложно по первой зажимать аккорд G, вы можете его заменить на септаккорд, то есть G7 По-другому он ставится, вторая струна зажимается на первом ладу, а далее третья и первая струна сохраняются на втором ладу Немножечко аккорд такой вопросительный, но в целом на первое время пойдет Во всяком случае, если прям вообще 100-500 раз уже сыграли этот код и все равно не получается G, поменяйте на G7 А у кого просто работает первый этот двигатель прогресса небольшая лень, то сразу зажмите через G Максимально простой и базовый ход аккордов, то есть A, F, C, G или G7 И в принципе это основные аккорды песни, они будут сыграться у нас и в куплетах, и в припевах, и в принципе везде, где только можно Если тебе нравятся мои образовательные ролики и тебе хочется играть сразу на хорошем инструменте, да еще и обучаться на нем Без лишней воды, то специально для тебя я выпустила подписную укулеле-аккулеле, да еще и дополнительные аксессуары к ней А также я написала интерактивную серию книг, где наглядно я рассказываю и показываю, что за чем идет, и в итоге ты сможешь научиться играть на укулеле Всю подробную информацию оставила по ссылке в описании, ну а также в QR-коде, который сейчас находится на экране Но мы продолжаем Разбор на укулеле Дальше Как же это можно все сыграть по правой руке? Здесь максимально зависит от вашего уровня игры Если вы уже заучили эту бедную шестерку оставлять ее, только единственное, давайте я вам ее помогу по ритму нормально ставить Напомню, что такое шестерка, да, это когда мы с вами играем вниз-вниз-вверх, вверх-вниз-вверх Так вот ритм Единственное, давайте-ка мы ее научимся играть со счетом Получается раз-и-два-и-три-и-четыре-и Еще раз Раз-и-два-и-три-и-четыре-и И этот рисунок у нас с вами будет играться один раз на один аккорд Отмеряю шагами этажи Я сегодня живу и не тужу Кто в принципе первый раз держит инструмент в руки и не понимаете, что как играть Можете просто играть одним ударом вниз на один аккорд И в принципе нормально будет звучать У кого же уровень чуть выше, можете взять тройку По-другому это мы с вами играем вниз-вниз-вверх За счетом это получается раз-и-два-и в теории чтобы у нас а компания звучало более такой богаче я бы вам рекомендовала играть эту тройку два раза на один аккорд получается так у кого вообще с этим пока проблему вы не понимаете куда играть аккорд и куда петь тогда просто ставьте один раз на один аккорд бой тройка и получается так отмеряю шагами этажи я сегодня живу и тужу еще один несложный вариант бой пятерка по другому с вами играем его вниз вниз сверху из их со счетом это 1 и 2 и 1 и 2 и тогда мы его с вами играем также один раз на один аккорд хороший бой у него хотя бы есть какая-то давайте так жанровость если это можно назвать но в плане у него есть вы-то некий акцент за счет того что у нас после первого удара идет пауза то есть он такой не какая-то каша звучит то есть интересный бой если вы не знаете что из этого выбрать самое главное это ритм прежде всего поэтому неважно какой бой вы возьмете в конечном итоге для начала от репетируйте левую руку все переходы аккордов правой руки отчекайте со счетом выбранный бой вы можете положить левую руку на заглушку чтобы у вас не было звука дополнительного и вы прям сидите чекайте запоминайте это будет максимально отличная отработка выученных дальнейших боев и вы сможете очень лихо переключаться с одного на другой зависимости от сложности песни а вообще если вам нужен отдельный ролик про бои какие брать какие играть как подбирать то пишите в комментариях я прислушаюсь и сниму отдельный ролик вообще в целом неважно какой бой вы возьмете он скорее всего подойдет в эту песню поэтому посмотрите обязательно свои копилочки боев которые умеете играть возможно возьмете что-то намного интереснее нежели что я предложил он только что причем же прикол данной песни в том что у нас есть в куплетах и в припевах четыре основных строчки и они везде повторяться два раза подряд то есть такая песня повторялка очень удобно очень отлично играется в компаниях вообще у нас есть такие песни вот раньше когда не значит до сих пор если такие школьные лагеря 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 куда вы там едете половину песен не знаете но зато можете повторить там следующую строчку вот эта основа сохраняется в народных песнях эти люли-люли стояла это все вот стой оперы песни повторялки давайте соберем с вами первый куплет в медленном темпе выбирайте бой которого только что я вам предложила то что вам понравилось берем это играем я вам покажу один из вариантов как это может звучать отмеряю шагами этажи я сегодня живу и не говоришь минутку подожди хорошо не страшно я подожду отмеряю шагами этажи я сегодня живу и не дужу говоришь минутку подожди хорошо не страшно я подожду и вот вот пожалуйста вам такая вся целая песня дальше у нас с вами идет припев тот легендарный который заверусился на просторах тиктока вот Только громче стала гроза. Вот. Пожалуйста, вам весь этот припев. Дальше у нас с вами идёт второй куплет. Таким же самым образом идёт по тексту. Светофоры, огни, как миражи. Нужен зонт размером с парашют. Этот дождь со мною переждит. Ладно, хочешь, домой я провожу. Светофоры, огни, как миражи. Нужен зонт размером с парашют. Этот дождь со мною переждит. Ладно, хочешь, домой я провожу. И опять идёт, собственно, припев. И там идут проигрыши. Они нам нафиг не нужны. Не в этот раз, по крайней мере. Хотя я могла заморочиться, но и подумала, что хотя бы что-то из этого нужно сделать, чтобы вы могли простенько спеть и сыграть. В конце припева второго, который мы с вами спели, идёт такое аутро а-ля концовка. Тут всё очень просто. У нас тоже связка аккордов остаётся. На А, М и Ф мы играем в пустоту. Ритм такой же сохраняем выбранный. А вот на аккорды Ц и Джи мы повторяем с вами «Вот только громче стала гроза». Получается. Вот только громче стала гроза. И как вы узнали, два раза тоже будем это петь. Вот только громче стала гроза. И вот в конце, чтобы у вас песня не оставалась в таком подвешенном состоянии, сыграйте один удар вниз на аккорд А. Вот. У-ля-ля, ай-ля-ля. Разбор на укулеля. Когда мы с вами более-менее разобрали, как же это всё играется, настаёт вопрос, а как же это всё, собственно, спец. Вы можете представить, как будто вы хор мальчиков-зайчиков, который поет вот так вот. В принципе, в такой манере петь. В целом, это не оригинальный тонализ песни, которую я вам предложила в этом разборе. В оригинале эта песня звучит на тон ниже. Ну, чтобы вам было удобно играть, я это всё подняла. Но такая же техника исполнения остаётся. Ещё раз напоминаю, если вы не знаете, как петь ту или иную песню, вы какие-то фишки-плюшки можете взять с оригинала. Если этот оригинал какой-то не в такой рок-версии, не где там скриминг, где вы там поете. Если это такая пост-панк направлений песня, то чаще всего вот они все так поют, не напрягаясь. Вот от души, от сердца. Я ещё обычно предлагаю пример, когда мы там с вами моем голову или что-то там. Я мою посуду! Мою посуду! То есть чем-то занят наш мозг, и мы просто напеваем какую-то песню. Получается, что мы поём с вами не зажато. И это самое главное, что тут нужно использовать. Суть вы, надеюсь, понят. То есть она такая Хочешь дружить? Я с радостью. Такая ля-ля-ля, пуп-пупу. Такая вот моя песенная рекомендация вам. Разбор на укуля-ля. Ну а теперь давайте соберём всё от начала до конца. Отмеряю шагами это... Отмеряю шагами это жизнь. Я сегодня живу и не тужу. Говоришь минутку подожди. Хорошо, не страшно, я подожду. Отмеряю шагами это жизнь. Я сегодня живу и не тужу. Говоришь минутку подожди. Хорошо, не страшно, я подожду. Хочешь дружить? Я с радостью. Хочешь любить? Я со всей страстью. Не хочешь, ладно, я только за. Вот только громче стала гроза. Хочешь дружить? Я с радостью. Хочешь любить? Я со всей страстью. Не хочешь, ладно, я только за. Вот только громче стала гроза. Светофоры огни, как миражи. Нужен зонт размером с парашют. Этот дождь со мною пережди Ладно, хочешь, домой я провожу Светофоры одни, как миражи Нужен золот размером с парашют Этот дождь со мною пережди Ладно, хочешь, домой я провожу Хочу дружить я с радостью Хочешь любить, а со всеми страстью Не хочешь, ладно, я только за Вот только громче стала гроза Хочешь дружить я с радостью Хочешь любить, а со всеми страстью Не хочешь, ладно, я только за Вот только громче стала гроза Вот только громче стала гроза Вот только громче стала гроза Ну и если у тебя остались какие-то вопросы или просто непонятные моменты, то обязательно посмотрите по тайм-коду, я все подписала и расписала. Не забывай писать в комментариях свои предложения на следующее видео, это может быть песня, мелодия, а может быть какая-то музыкальная тематика. Также напоминаю, что на канале есть целый плейлист с простецкими песнями, поэтому если вы новички в укулеле индустрии, обязательно берите, открывайте и играйте. Ну и по традиции хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают меня на бусте, вот эти ребята. Взамен они получают клевые ништяки, весь раздачный материал, всякие фишки, плюшки-приколюшки, ну а самое главное, мое почтение. А меня по-прежнему зовут Дарья, скоро увидимся, пока!